Эта встреча, она не носит какой-то официальный, какой-то вот такой, не знаете, характер. Это такая встреча, когда нас объединяет, которого нет с нами. Прекрасный человек. Это наш врач. Это наш выпускник. Удивительно тёплый, красивый внешний и внутренний, какими должны быть врачи. Потрясающе внешность у него была красивая. Я помню, в детстве, в молодости говорила, вот в фильме есть человек вообще не помнит, главного актёра, мы называли его хианом, врач, выпускник нашего муза. Сразу после окончания, я не хотела бы попросить, давайте нам не выступайте, Он пошёл на самостоятельную работу. Хирург, организация здравоохранения, депутат, мажлица. Столько в нём было сочетаний, но, знаете, можно иметь много легальных, и как-то человека нет, и... А вот мы воспоминания каждый день, когда мы говорим корпоративная культура, вот её создают люди. Никакая экономика, никакие там достижения какие-то не столь значимы, как духовность, духовный мир. И об этом говорит наш президент. Взгляд в будущее. Он говорит о национальном ходе. Это сокровищница. Мы должны беречь. И когда мы говорим Аманду Ситевичу, это славный представитель того поколения внешнего. Он огромный вклад. Он педиатр, он хирург, он организатор. Но я хочу подчеркнуть его, вот эту вот корпоративную культуру. Вот он как вот, грубо говоря, так как будто такое слово подобрать, что красивое. Не хочет выделяться, но он всегда рядом с нами. Айтабинец, вы помните? Брррке-болу. Бррке-болу. Вот кого-то умеет, он обязательно должен комплимент сказать. Я говорю, да я же старше вас. Нет, ты моя сестрёнка. Вот он, это удивительный, нежный человек и в то же время он мог быть очень таким, знаете, жёстким. Его человечность, вот его внутреннее обаяние, вот это объединяющее. Он не стой категории людей, которые разъединяют, что-то разчленяют, не вписываются в коллектив. Никогда. У нас менялись руководства, менялись структуры, но он всегда был на стороне тех, кто идет вперед, кто за прогресс. Нам его очень хватает. Ну, я думаю, еще многие хотят выступить, сказать. И, конечно, первое слово я с удовольствием даю нашему учителю, у Стасбургу. Это, конечно, нашему калифею Ахсахалу, академику Шарманову, Тургалюшу Шармановичу, который рядом всегда с Амантисом Кеевичем, не только там, он со всеми с нами рядом. Значит, вот здесь мы воспринимаем scientific andшен Congressman, вот ты здесь живешь в чиновнике, вообще, живешь в котором mapa. Но у всех людей, когда мы были в том, кто то сходил, Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Так как, вот выдержите, как Аман Дмитриевич останетесь в панике, и в следующем момент, который они не знали, видя и вас, вы будете счастливым человеком. Счастье в том, что горите мир под вами. Так как Аман Дмитриевич. Спасибо вам. Аплодисменты. Я хочу тебе подарить. Звучит человеком, хотя бы вот эти книги. Аааа. Дебанник. Дебанник. О. Ну. Я живу. На этом шведе. Дебанник. Да мало-мало. Средний возраст. Восемь-семь лет. Восемь-семь лет. Восемь-семь лет. Своим ощущением, вниманием, жизнением, отношением к тем, в которых происходит и бывшим в нашей жизни. Здесь была Амалтийская конференция, сейчас пятница, с авторством моим сыном, эпоха меняется. Я был главным организатором этого видающегося великого сообщества. Стали менять объекты в семье организаций России. Перед отъездом, перед избранниками, будут менять объекты последние. Возьмите это чена. Он срубает настоящее, как раз самое разное. В день моего жизни он позволяет им поздравлять. Ее вечность стоит. Вот этот период посвящен Амалтийской Энджинистской Декларации, которая считается вечной ценностью человечества. Практически, если делить жизнь человека на молодежи до рождения Христа, по пределению христианства мира и после рождения Христа, то произведение мирового взрослого времени надо делить до Амалтийской Энджи, после Амалтийской Декларации. Вот это и посвящается. Это моя жизненная связь. Я считаю, что это наша опытная ситуация. Я считаю, что это наша опытная ситуация. Я не потеряю память. Жить в новом состоянии. Охраняется. Спасибо. Здесь я хочу сказать потомкам дорогого Амалтийской Энджи. Я написал о своих родителях. Атам, Адама, Нагрым, Адзел. Я думаю, что это в какой-то степени не стали. Насколько это ориентировано? Это будет потомкам дорогой. Амалтийской Энджи все это может означать. Это ориентировано. Огромное спасибо. Аплодисменты. Конечно, это новое поколение Туке. Они и так где-то понаслышке. Может быть, не знают, что такое ВОЗ. Но на будущий год, дай Бог Вам здоровья, энергии, чтобы все участвовали. И вот сидящие здесь наши молодые специалисты, будет 30 лет. Нет. 40-40. 40 лет. 40. 40 лет. Это Всемирная Организация Здравоохранения приняла знаменитую декларацию как вечную ценность человечества. Да. Вечную ценность. Вот я был организатором вот этой конференции. Поэтому совпадает 45-летие своего института. Знаменитого, всему миру известного института. Я не знаю, кем это значит, но мне 88 лет. Такое совпадает. Это, говорят, знак вечерности. По японскому. Зодиаты. Да. 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 Дай Богу спасибо. Спасибо. Большой дай мои коллеги, дорогие друзья. Очень хорошо, что здесь очень много молодых студентов. Я прошу прощения, что не говорю на государственном языке. Я думаю, русский язык, вы понимаете. Я хотел бы начать с словом благодарности вот нашему альма-матр, нашему вузу, потому что наш день или вечер, посвященный альма-матр, он вышел из этого вуза. И его дух, он присутствует до сих пор. Мы же внутри все равно немножко верующие. Я не буду рассказывать о его трудовой биографии. Здесь вот мы фильм смотрели. Можно в интернете посмотреть. Можно в газете посмотреть. Но некоторые вещи я просто обозначу. Да. Он вышел из очень простой христианской семьи. Захадинской, да? Да. Он сын Табучи. О. Но, к сожалению, очень и очень рано потерял родителей. Родился он в Захадинской области. Я бы сказал, в какой семье. И, фактически, с девяти лет его воспитывал старший брак. Рахадин. А как мы его называли, он помог и Аману Сетевичу, и Кенесу Сетевичу. Его, к сожалению, тоже сейчас нет. Он постарше. Он его перевез сюда, в Алматы. Здесь он учился сначала в школе-интернате. Тогда школы-интернаты, я скажу, были нормальные. Никаких проблем не было. И там и воспитание, и образование были очень достойные. Заканчивал же он знаменитую 12-ю школу города Алматы, которую многие известные люди закончили. Поступил в медицинский институт и именно на педиатрический факультет. У него были какие-то годы, он мог на лечебный, но вот почему-то пошел на педиатрический факультет. Учился, как все вы. Разные оценки у него были. С второго курса пошел работа. Сначала санитаром, потом медбратом. Тогда, к счастью, не требовали его сертификата. Сейчас вам устроиться трудно без сертификата. Ни медбратом, ни медсестрой. Но тогда он работал еще. В первой детской клинической больнице, которая для него тоже вторая Алмама, еще ее не было. Он работал не в больших и детских, именно детских стационарах. Его любовью был наш тоже известнейший человек. Потом, к сожалению, не смог быть в нем в другом мероприятии. Это Камал Савач, как он называл его, Камике. По возрасту они не так далеко друг от друга отходили. И Амад Ищикевич – первый кандидат медицинских наук, который защитил диссертацию под руководством академика Павлантара Камазского ученика. Она называла «тяжелые терпно-возговые травмы». Это одна из больших тем, которые постоянно Камаз обращал на протяжении всей своей карьеры. Профессорской он изучал и подорвал. Много очень гуманографий в этом плане. После окончания института он был направлен в Алматинскую область, в Павлантинский район, в Ажаркенский район. Работал в Капаво-Арсанской небольшой участковой больнице. Мы ее посетили, когда уже просто посмотрели, что за больница, где она начинала. Обычная нормальная сельская участковая больница. Проработал он там недолго. Переехал в Алматы. Здесь работал. Потихоньку занялся научной работой. Еще раз я хочу напомнить, что я не хотел бы рассказывать о всей его биографии. Он был руководителем многих организаций. И нашей Ажаркенской больницы. Был заместителем главного члена по учебной работе в публике и в первой детской больнице. Главным членом 2-й городской клинической больницы. Директором департамента здравоохранения города Алматы. Первым вице-министром. Вот здесь упоминали, что он был депутатом. Не просто он был депутатом. Первый созыв, который еще назывался Верховным Советом нашей Республики. В нем было 26 депутатов-менников. Исторически этот парламент считается самым демократическим избранным. Но и тогда была очень большая конкуренция. Дни там просто было пройти. И второй раз, уже будучи работая руководителем здравоохранения Матинской области, он снова прошел депутат. И опять в очень жесткой конкуренной борьбе. У нас всего три медика, которые были более единожды депутатом нашего парламента. Я думаю, это о чем-то говорили. Любовью его было, конечно, это город Алматы и Алматинская область. Здесь он отдавал все. Наверное, кто постарше помнит, как восстанавливалась Алматинская область. Очень сложно она была в экономическом положении. Я обещал не останавливаться, но как-то получаются какие-то вехи его биографии. Я хочу рассказать два случая. Будучи первым вице-министром здравоохранения, он сопровождал делегацию ЮНИСЕФ и ВОЗ из Алматы в Бишкек. Тогда дороги не было такой красивой, хорошей. И самое главное, перевал был очень сложный зимой. Вот это был зимний период. И буксовали машины, не могли проехать через Курдайский перевал. Вот кто-то не знает, сейчас даже не поверят, что так было. Но так было, старшие люди знают, очень сложно. И вот, может кажется, маленький поступок, но по нему можно о человеке судить. Машина вроде хорошая, два моста, но тем не менее, сколько-то поднимется, буксует и отходит назад. Он снял свою куртку зимой и подложил, чтобы машина выехала. И так куртку раза четыре подкладывали. Но я не знаю, что от куртки осталось, я, правда, ее не видел. Но они выехали, они вот бы добрались на конкуренцию. Это маленький факт. Я это более серьезно рассказал. В 94-м году случилась серьезная проблема в городе Жанатасе Жамбульской области. Мы в то время очень много получали препаратов, лекарственных препаратов, биопрепаратов, вакцин в том числе по гуманитарной помощи. И вот мы получили вакцину, которая была упакована, на которой было на больших коробках написано, что это противопарадитная вакцина. Это противопарадитная вакцина. И вот эта вакцина оказалась несколько коробок, она оказалась в двух регионах именно Жанатасе. В том числе за Натасе. Вот так получилось, что подумали, что это достают, ну мы же верим, как говорится, так и наши коллеги. И сделали более 400 детям прививки от паракита, а оказалась эта вакцина ВЦЖ. Это был большой, очень большой скандал, это были большие разборки. Включилась в это дело ВОЗ, нас собрали, сказали, что все-таки, конечно, надо каждую коробку смотреть, маленькую открывать, каждую ампулку надо смотреть. Тем не менее 400 детей были привиты. Была создана большая группа, которая выехала тут же помогать местным медикам, начиная от Министерства, Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и другие. Этой проблемой был озабочен наш президент Александрович. В один из дней он создал большую группу руководителей, там был министр внутренних дел, министр финансов, министр социальной защиты, тогда Коржов был. И, естественно, конечно, мы поехали. Что могли с гуманитарной помощью мы собрали, и выехать же Натасе. Натасе то, что, ну, можно было сделать, сделали. А тут, возвращаясь, кто-то предложил, давайте заедем в Меркенскую районную больницу. Это не так далеко, кто знает географию, может сказать. Заехали в Меркенскую больницу, и это тоже был зимний период, холодно. Смотрим, на улице стоит тандерная печь на колесах, и пекут лепешки. Естественно, мы сразу все подъехали и стали интересоваться. Большая больница Меркенская, районная больница, довольно на 240 цифр и повыков. И мы узнали, что фактически осталось муки на две, может быть, еще выпечки. Сахар ожог, чай ожог, все ничего нет. Конечно, нам было очень, не знали, что сделать. И вдруг Аматис Кёш говорит, ну, у нас же немножко денег у каждого есть. Тогда зарплаты даже у министров, ну, были в пределах 300-400 долларов. Сейчас, наверное, даже это смешно звучит, но тогда такие были зарплаты. И вот он именно предложил, начиная с министра финансов, министра социальной защиты. Вот правильно написать с министра финансов. Да. И вот собрали деньги, и пока они там у главврача района пили чай, мы купили, я помню, 7 мешков муки, 2 мешка сахара, чай сколько было, там чая-то не было даже в этом магазине, все сколько было. Покупили, еще кое-что. Вот это все вручили. Вы не поверите, какая была радость. Вы бежали, эти больные бедные, вот так вот путаются, одежды, видимо, нет с собой, но они, кто-то плачет, кто-то обнимает, спасибо. Вот представляете, это была инициатива Томата Шкевича. И таких случаев было, конечно, много. Многие его знают. Говорят, человек уходит, его дела остаются, ученики остаются, труды остаются. Я думаю, светлая память об этом действительно удивительнейшем человеке навсегда останется. И спасибо организаторам, руководству нашего университета. Дорогий Шармаш, ну несравненное спасибо вам. Благодарность, признательность, что вы нашли время. Я знаю, он вас почитал как отца. И когда он уже очень тяжело болел, он все равно спрашивает, как там в руке, как другие люди, да, это о чем-то говорит. Спасибо, Владимир Владимирович, вам особое материнское спасибо за все, что вы делаете. И вот то, что это не мероприятие, а это светлая такая память о человеке, о котором мы не живем. Спасибо вам огромное, Владимир Владимирович. Какие хорошие слови. Когда позвонили, сказали сказать несколько слов по Роману Секеевичу, конечно, я позвался, потому что впервые я встретился с ним в 91-м году. В апреле 91-го я перевелся из областной больницы в Северно-Казахстанской области. В Петропавловске, да? Да, в Петропавловске работал 4 года в Алма-Ату, при как раз кадрах Токтанусевича. Он был главврачом. А в мае как раз пришел Маня Секеевич уже после того, как я устроился. И начались эти все обходы, мы смотрели какие операции. То есть это было трудное время, мы как раз молодые были. И естественно, оно запоминается тем, что не то, что там это было трудное время, дефицит, это было интересное время. Мы брали за разные большие операции, внедряли разные вещи. При том, что в те времена, это 91-й, 92-й, 93-й год, это действительно была нехватка лекарственных веществ, каких-то изделий медицинского назначения и так далее, и так далее. Но хочу сказать, что какая роль была Аман Секеевича. Это была действительно такая сильная личность, очень сильный организатор. И по тем временам у нас практически, не знаю, так получалось, что у нас было все, что нужно было для введения операций. То есть были и различные катетеры, и различные какие-то вещи, то, что нужно было. Кстати, мы тогда работали, у нас был динамический монитор ДИЗА, который был второй после Москвы. У нас и там был Роскоп Сименс и так далее, и так далее. И всякие расходники он находил в те времена. Какие-то гуманитарная помощь и так далее, и так далее. И я запомнился, не знаю, когда некоторые говорят, что было трудно, мы убежали из медицины, еще что-то и так далее, и так далее. Мы работали, и у нас все было, и это, конечно, заслуга и врачей, которые оставались, но и организаторов, которые руководили. Ничего не развалилось. Республиканская детская больница «Оксай» в 91-м году, это была самая большая детская клиника на 600 коек. Урологическое наше отделение было на 60 коек. Рядом нефрология была на 45 коек и гемодиализм на 10 коек. Итого у нас практически работали, в основном, энтузиасты. И все эти обходы совместно с Эсим Вакишевной, и Аман Секеевичем, и так далее, и так далее. Вахмурач, Капан Турсуч. То есть все, как раз мы все работали в одном месте, и это было интересное время. Аман Секеевич с тех пор, как бы, пути, как бы, в одной больнице мы не работали, но мы всегда знали его, встречались мы с ним, знали друг друга. И, действительно, это один из сильнейших организаторов Казахстана, который у нас запомнился. Он сильная личность, лидер. Многое можно, как бы, хвалить, конечно, человеку. Он знал, в принципе, свою цену. И кто рядом с ним шел, я думаю, что он как раз мог набраться всех организаторских, всех этих вещей и нормально. Аман Секеевич, а вот скажите, вот есть у вас там такие новшества, вот у вас там мастер-классы, вот что не успел, может, увидеть, чем вы могли похвалиться? Вы не скромничаете? Вас отличается на какая-то скромность, когда не нужно? Ну, я хочу сказать, что, нет, дорожную карту, которую мы составляли, когда он еще был жив и, как бы, смотрел, что будет здесь, к сожалению, до конца она еще до сих пор не, как бы, исполнена. И оснащение операционное, и закуп оборудование, и так далее, и так далее, то, что мы хотели, как бы, сделать еще до конца. А вот мастерство, вот ваше хирургическое? Ну, какие-то вещи, которые мы начинали еще в 90-х годах, это, допустим, операции при экстрофии мочевого пузыря. Мы тогда пытались соединить, допустим, мочевую систему с толстым пшечником, мы делали эти операции, но вот уже в, как бы, в 21 веке мы уже полностью перешли на технологии, которые, то есть, освоили эти и внедрили технологии использования тонкого кишечника для создания аугментированных неоцистисов, и так далее, и так далее. То есть, практически есть вещи, которые уже закончены, то есть, мы уже освоили эту методику, и так далее, и так далее. Есть вещи, которые не освоили, они в основном связаны с каким-то оборудованием, которое в дальнейшем там пытаемся... Спасибо большое вам, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите от лица всех магистрантов Казахского национального медицинского университета сердечно поприветствовать вас на такой конференции очень важной, которая посвящена памяти, светлой памяти ведающегося деятеля Республики Казахстан, врача, педиатра, доктора медицинских наук, профессора Бисикеева, Мангелия Бисикеевича. Для меня огромная честь как для врача-педиатра, а неонтолога, сегодня здесь стоять перед вами, потому что я считаю, что педиатрия является одной из наиболее сложных профессий, так как мы, врачи-педиатры, стоим на страже здоровья наших детей и будущего нашей страны. Немножко расскажу про себя. С самого детства я мечтала быть врачом, потому что я из династии врачей, мой папа был ученый-патфизиологом, мама тоже была терапевтом. И уже в школе, занимаясь биологией, анатомией, я достаточно уже почти четко знала, что я пойду в медицину и стану врачом. И когда я заняла первое место в городской конференции школьной по теме шума и его влияния на организм, так как я из города Усть-Каменогорска и там очень много заводов, я поняла, что медицина это то, чему я хочу посвятить свою жизнь. И закончил педиатрический факультет десять лет назад с красным дипломом. Я поступила в интернатуру в научном центре педиатрии и детской хирургии. И мне очень понравилось такое направление в педиатрии, как неонатология. Это наука, которая посвящена диагностике и лечению заболеваний периода новорожденности. То есть мы работаем с совершенно маленькими детками, которые только появляются на свет. И возможно из вас кто-то действительно сидят будущие неонатологи, мои коллеги. Мы выхаживаем маленьких деток, начиная от 500 грамм. И благодарю свой научный центр педиатрии и детской хирургии, свое отделение онтологии и хирургии новорожденных, за свой бесценный опыт, который я получала и получаю с 2008 года. И также свой альмаматор Казахский национальный медицинский университет, который дает мне возможность заниматься также своей научной деятельностью, как я магистрат второго года. И не так давно за успехи в науке и в учебе меня наградили стипендии первого президента Республики Казахстана. О, это хорошо! В области медицины нет невостребованных специализаций, но педиатрия одна из наиболее нужных отраслей. От врача-федиатра зависит здоровье ребенка, жизнь ребенка. И только он может ответить на вопрос родителям, как развивается ваш ребенок, что будет с ним дальше. И на вас в будущем будет лежать огромная ответственность перед родителями, перед целым поколением, можно сказать. И для федиатра очень важно быть очень хорошим психологом, потому что дети, они очень непосредственные, и к ним нужно найти правильный подход. И я очень рада, что мы можем брать пример и вдохновляться такими людьми, как был Эмман Юрий Десекеевич. Потому что они внесли огромный вклад в развитие нашего здравоохранения. И я думаю, что каждый из вас должен брать пример из таких людей, вдохновляться и привносить что-то для себя в своей специализации, в своей профессии. Так как, действительно, целеустремленность, великодушие, щедрость – это вот то, о чем сегодня я слушала. И мне было очень приятно. К сожалению, я не знала лично самого Магелия Десекеевича, но я слышала от моих сокурсников, хирургов детских, которые с уважением вспоминают такого великого человека. Ну, свое выступление хочу закончить словами великого русского биолога. Я убежден, что человек может быть по-настоящему счастлив только тогда, когда любит свою специальность, увлечен работой и всей душой предан ей, когда он чувствует, что он необходим обществу, и его труд приносит пользу людям. Я искренне хочу пожелать всем вам, как будущим врачам-педиатрам, любить искренне свою профессию педиатрии, не сходить из своего жизненного пути. И будьте добры, честны, сострадательны, целеустремленны. В наше время учите английский язык, потому что, действительно, английский язык, он открывает дороги в мир науки зарубежной. И я вам искренне желаю успехов. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, конечно, во-первых, я хотел бы поблагодарить организаторов во главе нашей уважаемой же организаторов. Она всегда у нас в этом отношении передача. Она всегда такие моменты никогда не забывает. И, честно говоря, это она всегда подсказывает. Ну, ладно, я же у вас здоров уже еще. Ну, вы не только здоровы, вы еще прекрасны, вы красивы. Таких, как вы, вообще, нельзя нигде найти. Я, как вы знаете, опять повторяюсь, поблагодарить всех организаторов. А Аман Дюсикевича, конечно, я знаю уже давно. Ну, раньше я как-то близко не общался. Молодые годы еще, когда я в Израиле работал. Где-то 82-85-й. Когда мы еще познакомились с первым годом. Когда он работал крупным руководителем города, был крупным руководителем области и так далее, и так далее. Я об этом сегодня очень много говорила. Аман Дюсикевич – это не простая личность. Аман Дюсикевич – это легендарная личность. Это доктор медицинских наук. Это человек, который, знаете, и замминистра, и депутат, и так далее, и так далее. Вот в последние годы, конечно, мне в этой жизни повезло, я с ним так ближе общался. Когда он пришел на работу на университет, когда он в университете, я его тогда уже более познал, ближе познал. Это не заурядка. Это красивый человек. Это друг хороший, старший брат. Это учитель. Я просто хочу сказать, давайте мы его не будем забывать. Это учитель. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok